с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 5 февраля и сразу родившихся в этот день 1812 год в этот мир приходит жорж шарль дантес французский барон который смертельно ранил наше все александр сергеевича пушкина ну все знают что произошло страшное на дуэли идем дальше еще один человек появился на свет 5 февраля 1836 года николай александрович добролюбов русский литературный критик публицист революционер-демократ сам ленин называл добролюбова мужицким демократом история добролюбова представляли как борьбу людей трудящихся с дармоедами 1840 год в этот мир приходит хорем стивенс максим американский конструктор и промышленник 80-х годах 19 века он создает автоматическую винтовку пушку и знаменитый станковый пулемет максим все почему-то раньше думали что максим имеет непосредственное отношение к нашим особенно к революционерам ну а реальный максим основал германии пушечный завод в 1888 году еще один известный человек в мире техники 1878 год день рождения андре гюстова citroen французского инженера механика предпринимателя основателя автомобиле строительной компании 1924 год в этот день рождается александр матросов герой советского союза в бою закрыл телом амбразуру фашистского дзота его имя фактически стало нарицательным 1962 году рождается актер театра кино народный артист россии виктор раков а в 1985 великий португальский футболист криштиану роналду и о событиях этого дня 1744 год императрица елизавета петровна издает распоряжение держаться при езде в экипажах по городам правой стороны судя по всему где-то наверное столкнулись две кареты вот таким образом у нас с вами появилась правостороннее движение 1803 год во время правления александра первого проводится реорганизация народного просвещения россию делят на пять учебных округов во главе с попечителями устанавливают четыре вида учебных заведений это приходская школа гимназия лицей и конечно же университет 1852 год для публики впервые открывается так называемый новый эрмитаж первое в россии здание специально построена для публичного художественного музея часть музейного комплекса государственного эрмитажа известна своим знаменитым портиком с десятью гигантскими статуями атлантов помните атланты держит небо на каменных руках 1880 год взрыв бомбы в зимнем дворце организованы степаном халтурином это пятое покушение на александров 2 царя на месте не оказалось но есть убитые раненые среди караульных и прислуги 1887 в театре ла скала проходит премьера оперы джузеппе верди отелло отныне эту оперу будут ставить по всему миру 1901 год в москве состоялось открытие магазина елисеева и погреба русских иностранных вин внутреннее убранство магазина по сей день представляет собой шедевр сюда ведут как музей гостей столицы уже несколько десятилетий 1924 год начинается денежная реформа советские денежные знаки изымается из обращения после обмена их на новые деньги по курсу один новый рубль за 50 тысяч старых водится твердая валюта под названием червонец имеющие золотое содержание 1970 год разгромрит коллеги журнала новый мир его главный редактор твардовский пишет письмо руководителю страны леониду брежневу о последствиях наступления консервативных сил для нашего общества письмо серьезно однако ответа не последует 1986 советском союзе принимается постановление о создании кооператива в сфере потребления общепита и услуг ну и последнее в 1952 году в нью-йорке установлен первый светофор для пешеходов именно для пешеходов до этого момента участниками дорожного движения считались исключительно автомобили а люди так себе светофоры регулируют движение пешеходов через переход как правило они имеют два вида сигналов разрешающий запрещающий обычно для этой цели используют соответственно зеленый и красный свет ну а сами сигналы имеют различную форму современные светофоры для пешеходов дополнительно оборудуют также звуковыми сигналами которые предназначены для слепых пешеходов иногда и табло обратного отчета времени ну через какое время заработать тот или иной сигнал светофора впервые они появились во франции в 1998 году мы же давно привыкли красным и зеленым человечкам которые ничего из себя не представляют а вот в некоторых европейских странах эти знаки на пешеходных светофорах могут быть совершенно разными несколько примеров вы видите рядом со мной в любом случае этот светофор для нас с вами для пешеходов а теперь задайте себе главный вопрос а часто ли вы нарушаете сигналы вашего персонального светофора для пешеходов с вами был николай пивненко в проекте дата